В четверг на Сморгонщине прошел единый день информирования. С членами трудовых коллективов встретились информационно-пропагандистские группы района. С трудовым коллективом зонального узла электросвязи встретились представители информационно-пропагандистской группы, которую возглавляет председатель райисполкома Геннадий Хоружек. Вниманию присутствующих было предложено несколько тем. Перед собравшимися выступил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Свила. Он подробно рассказал о проекте закона Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании. Виктор Збигневич отметил, что в проекте закона предлагается закрепить, что состав ВНС формируется из его делегатов, предельная численность которых составляет 1200 человек. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет 5 лет. Делегатами ВНС могут быть только граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом. При этом устанавливается запрет на выдвижение кандидатами в делегаты граждан, имеющих гражданство другого государства или документы иностранных государств, предоставляющие право на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью. Собрание рассматривает вопрос о легитимности выборов президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей Национального собрания, членов Совета Республики Национального собрания. ВНС вводит чрезвычайное или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и в случае бездействия президента по этим вопросам. Также собрание рассматривает вопрос о возможности направления военнослужащих и других лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. ВНС устанавливает государственные праздники и праздничные дни. К числу полномочий ВНС также отнесены вопросы формирования Конституционного и Верховного судов. О перспективах развития жилищно-коммунального хозяйства и нововведениях в новый кодекс Республики Беларусь о земле рассказал заместитель начальника главного управления землеустройства облсполкома Денис Куприанович. Он подчеркнул, что в Беларуси развитие жилищно-коммунального хозяйства направлено на обеспечение повышения комфортности проживания и безопасности граждан. В состав ЖКХ входят жилищное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, коммунальная теплоэнергетика, благоустройство и санитарная чистка населенных пунктов, озеленение городов. Жилищный фонд страны насчитывает свыше полутора миллионов жилых домов общей площадью около 267 миллионов квадратных метров. В государственной собственности находится менее 6% жилой недвижимости, остальные 94% – частная собственность граждан и юридических лиц. В Беларуси проводится единая политика в отношении эксплуатации жилищного фонда независимо от форм собственности организации ЖКХ. Ежегодно увеличиваются объемы ввода жилья после капитального ремонта в целях улучшения эксплуатационных показателей жилфонда. Необходимость проведения капитального ремонта определяется на основании обследования жилого дома и срока его службы. Списки нуждающихся в капитальном ремонте домов формируются местными исполнительными органами. Одной из важнейших задач белорусского государства являются вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой. В целях создания комфортной среды проживания в Беларуси реализуется подпрограмма «Чистая вода». В рамках ее за 2021 год построена 201 станция обезжелезивания воды. Переподключено 12 населенных пунктов к централизованной системе водоснабжения с водой питьевого качества. О перспективах развития ЖКХ Сморгонщины во время встречи рассказал главный инженер ЖКХ Алексей Стурлис. Начальник Управления экономики торговли и услуг райисполкома Наталья Кособутская поведала об итогах социально-экономического развития Сморгонского района за 9 месяцев этого года. С докладом о профилактике ВИЧ-инфекции выступила заведующая филиалом номер 2 районной поликлиники Виктория Боднарюк. Она также сообщила об эпид-ситуации в нашем районе. Виктория Боднарюк. Виктория Боднарюк. Виктория Боднарюк. Виктория Боднарюк.